В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Праздник стражей границ государства. 28 мая. День пограничника. Ночь музея в 2023. Саров присоединился к всероссийской акции. Ледовые герои. В молодежном центре прошло закрытие хоккейного сезона 2022-2023. Далее расскажем обо всем подробно. В России 28 мая отмечают День пограничника. Праздник стражей границ страны, элитных войск, которые уже не одно столетие обеспечивают государственную безопасность. Бойцы-пограничники, прозванные зелеными беретами, несут службу на территории протяженностью более 60 тысяч километров. В Сарове в этот день прошел торжественный митинг в сквере на проспекте Мира. Зеленая фуражка, тельняшка, флаги с двуглавым орлом и пограничный столб – обязательные атрибуты праздника стражей границ нашей Родины. В этом году его отмечают в 105-й раз. День погранвойск в Сарове начался с торжественного митинга у фонтана на проспекте Мира. Тех, кто нес службу, защищая границы нашей Родины, поздравили представители Совета ветеранов, воинской части и администрации. Вы – те люди, которые надежно защищают границы нашей страны. Вы – те люди, которые обеспечивают мирную жизнь гражданскому населению. В истории нашей страны немало случаев, когда именно вы принимали первый и тяжелейший удар противника. Но сегодня, как и прежде, пограничники надежно защищают территориальную целостность нашей страны и обеспечивают ее суверенитет. По традиции, активистов Саровской общественной организации ветеранов пограничной службы наградили памятными медалями. Среди награжденных – Юрий Достолев. Мужчина прошел обучение в Багратионовской школе сержантского состава по специальности «Оператор РЛС». Затем попал на сухопутную турецкую границу. Служба на высокогорной заставе была непростым испытанием. Но те годы Юрий Валентинович сегодня вспоминает с улыбкой на лице. Мне очень нравилась эта служба. Конечно, это такая серьезная мужская работа. Конечно, нужно очень хорошую физическую подготовку, потому что по горам это тревожные группы. Дабы защитить нашу границу, надо, конечно, быть и политически подкованным, и физически тоже. Саровской организацией ветеранов погранвойск около 50 участников. Многие из них активно занимаются общественной работой. Одно из ведущих направлений – работа с подрастающим поколением. В школах ветераны проводят уроки мужества, рассказывают ученикам о своей службе. Проводим также работу, рассказываем о своей службе. Достаточно даже ребятам, очень нравится им служить, потому что немногие знают, что такое граница, и как она вообще проходит. Даже вот так показать, вот, скажем, прочтить на доске и показать, что здесь КСП. Здесь там мы находим, здесь сопредельный государство, как знаки вообще, очень даже замечательно. Ребятам нравится. Завершился митинг возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь» и памятнику воинам-интернационалистам. Продолжили праздник традиционным автопарадом по улицам города. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Вернисажи, творческие встречи, увлекательные экскурсии, мастерские лекции. Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла в Сарове в минувшую пятницу. По традиции для горожан музея города подготовили насыщенную программу. В мир искусства вместе с участниками акции погрузилась и наша съемочная группа. Живописи много не бывает. «Ночь музеев» художественная галерея подготовила для своих гостей сразу две выставки. Выставочный проект «Образы России» объединяет произведения советских и российских художников из собрания Государственного музейного выставочного центра «Росизо». Основное содержание каждой работы – живописное богатство родной природы, ее крупные формы и детали, а также человек как часть этой всеобъемлющей картины. Среди экспонатов живопись, оригинальная и авторская печатная графика, художественная керамика. Я только вошла в художественную галерею и сразу попала на замечательную экскурсию к Ольге Валентиновне. Очень интересно она рассказывает про картины с такой любовью, с таким знанием дела. Потрясающая керамика здесь представлена, очень интересные работы. Заросшие окопы. Сначала на нее смотришь, как будто свежая весна, зелень, красота. Когда читаешь название «Заросшие окопы», сразу сердечко немножечко как будто замирает. То есть уже, как мы всегда говорим, победа с слезами на глазах. И эта картина тоже такое впечатление создает. На втором этаже гостей галереи ждала персональная выставка Александра Боброва «В солнечном свете». Его работы буквально пронизаны светом, наполнены морским бризом и душевными воспоминаниями. В экспозиции представлены более 50 живописных произведений художника. Задать вопросы, возникшие при знакомстве с полотнами, можно было самому автору, члену Московского союза художников Республики Татарстан. Председатель союза художников, которым является Альбет Шах, приехал как-то в село Венске, на котором проходил традиционный академический пленэр, ну и начал набирать для своего союза новых членов союза художников. И так сложилось, стал членом союза художников Татарстана. Творческие мастерские для детей, викторины по искусству, кинопоказы, написания натюрморта. Атмосфера в галерее была праздничной. Богатую программу под названием «Бессонница» для горожан подготовила и библиотека Маяковского. В музее редкой книги открылась выставка шедевра в медалях, на которой можно было познакомиться с коллекцией императорского монетного двора. Помимо викторин и мастер-классов своих читателей, Маяковка погрузила в чарующий мир танца. Я буду танцевать капказский танец «Ачирули», а мои напарники будут танцевать еще и настоящую лесгинку. У нас даже есть настоящий лесгинец в большой мохнатой шапке, в папахе. Прямо сейчас оттанцевали пляшущие человечки с большим успехом. Я видела, как они утирали пот с чела. Прямо сейчас Галя Сайгушева показывает мастер-класс по фламенко. Зрители отбивают ритм. Топ-хлоп, топ-хлоп. А желающие там прелестные дети танцуют. Настоящий аншлаг был в музее военно-морской славы. За пять часов работы музей посетило 1114 человек. Ветераны ВМФ успели провести 16 экскурсий. Посетители могли оставить свой отзыв и ударить в колокол на двери, чтобы обязательно сюда вернуться. Собрание для выпускников и их родителей, желающих получить целевое направление в ВУЗ от РФИАЦ в НИЕВ, пройдет 31 мая в 18.00 в актовом зале Дома учителя. Чтобы принять участие в конкурсном отборе для заключения договора о целевом обучении с РФИАЦ в НИЕВ, необходимо до 6 июня подать пакет документов для участия в конкурсе «Пройти собеседование», напоминает администрация города. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Завершается набор координаторов и тренеров в проект «Улицы спорта». Если у вас есть желание развивать себя в тренерской деятельности на территории Нижегородской области, то вас приглашают в команду проекта. Региональный проект направлен на создание условий для физического развития школьников и молодежи в различных направлениях уличного спорта. Форма для заявки прикреплена в группе «Молодежь спортсаров ВКонтакте». В Госдуму внесена резонансная инициатива. Проект поправок в Коап отменяет штрафы за отсутствие прописки. С предложением выступила группа депутатов. Один из инициаторов проекта, Владислав Дованков, посчитал действующие правила устаревшими. «Да, за то, что вы не сообщили чиновникам, где вы живете, вы до сих пор можете получить штраф от 2000 рублей. Это полнейший архаизм», – заявил он. Новые правила проверки водителей на алкоголь начали действовать в этом году, напоминает сайт «Объясняем.рф». Корректировка сохранится до 2029 года. Теперь проверку автомобилистов можно будет проводить только в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Если алкотестер инспектора покажет более 0,16 мг на 1 литр выдыхаемого воздуха, а водитель не захочет признавать результат проверки, его доставят для повторного освидетельствования в медицинское учреждение. Также будут поступать и с теми, кто вовсе отказался продуваться на месте. Отдел потребительского рынка напоминает, что пенсионерам и инвалидам доступны бесплатные места в павильонах на улице Московской для реализации продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве, выращенной на садовом или огородном участках. Для того, чтобы начать торговлю, необходимо уведомить об этом арендодателе по телефону 8 960 197 08 49. На улице Павлика Морозова у школы номер 11 автомашина Hyundai наехала на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали в клиническую больницу 50. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам ГИБДД, расскажем в следующем репортаже. С приближением летних каникул на дорогах города жертвами ДТП все чаще становятся дети. С начала года сотрудники ГИБДД зафиксировали 4 происшествия с участием несовершеннолетних. 24 мая на проспекте Музруково мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте от театрального сквера на противоположную сторону улицы и попал под колеса Вольксвагена. Ребенок был доставлен в КБ-50, после осмотра врачом был отпущен домой. Там незначительные повреждения у него были телесные. Его мама также была привлечена по статье 5.35, составленный административный материал у нее. Данный материал будет рассматриваться на комиссии безглавной несовершеннолетней. Еще одно ДТП с несовершеннолетним произошло на улице Павлика Морозова у школы номер 11. На 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по Зебре, наехал автомобиль Hyundai. Пострадавшую госпитализировали в КБ-50 с диагнозом сотрясения головного мозга. Сотрудники ГИБДД обращают внимание родителей, что с детьми необходимо проводить беседы о правилах дорожного движения, следить за тем, где находится ребенок, а также показывать пример и самим соблюдать ПДД. Все материалы, которые в основном составлены под 5.35 на родителей, это в основном материалы, когда родители вместе с детьми нарушают. То есть едет родитель, переезжает в проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде не спешится. И естественно, ребенок за ним едет. То есть он смотрит на своего родителя и тем самым нарушает правила дорожного движения. Сотрудники инспекции безопасности дорожного движения проводят профилактические беседы в школах и на родительских собраниях. В период летних каникул подобные мероприятия будут проходить в пришкольных лагерях и детских садах. Всего за прошлую неделю составили три административных протокола на родителей за нарушение правил дорожного движения детьми. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В молодежном центре прошло закрытие хоккейного сезона 2022-2023. Заслуженные награды получил хоккейный клуб «Саров». Саровчане завоевали серебряные медали чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги. Лучшими игроками признаны Сергей Бабнев – лучший защитник, Денис Китаев – лучший нападающий и Руслан Зазнобин – самый полезный игрок. Лидеры терпели поражение, новички срывали куш. Чемпионат региона среди студенческих команд в этом сезоне был динамичным, острым и непредсказуемым. Но кое-что все же осталось без изменений. Вот уже третий сезон команда Саровского физтеха показывает себя одной из сильнейших в регионе. Заслуженную награду «Серебряный кубок» команде вручили на сцене молодежного центра на закрытии хоккейного сезона 2022-2023. «От себя хочу сказать, что наш хоккейный клуб очень молодой, всего 4 года, но тем не менее ежегодно мы доказываем, что наши хоккеисты – студенты одни из самых лучших в области. Хочется пожелать им не останавливаться на достигнутом. Еще больше побед. Хочется поблагодарить за самоотдачу, за каждую игру, за сезон. Это было очень красиво». Яркие, зрелищные, эмоциональные игры подарили горожанам наши хоккеисты в чемпионате в высшей лиге. На протяжении всего сезона команда сохраняла лидерские позиции. Совсем немного не хватило до заветного титула чемпиона области. Саровский хоккеистов зал встречал бурными аплодисментами. Здесь чествовали и самых юных спортсменов. По традиции каждый отличившийся воспитанник спортивной школы Саров получил сегодня свою награду. Хочется всех поздравить с завершением этого сезона. Сказать огромное спасибо за то, что вы обучались в этом году, показывали свое упорство, свое желание, свое трудолюбие. И добывали победы для школы и для города. Один из самых трогательных моментов завершения хоккейного сезона – прощание с выпускниками. За их плечами годы упорных тренировок, сокрушительных поражений и головокружительных побед. За их плечами маленькая жизнь под названием хоккей. Все прошло очень успешно. Мне все очень понравилось в хоккей. Все отлично. Спасибо тренеру, команде за знакомство с такими людьми, которые меня сейчас окружают. Было очень приятно играть в хоккей, учиться в этой школе. Всегда получали удовольствие даже от поражений. Все держалось всегда на дисциплине, на уважении друг к другу. У нас очень хорошие преподаватели-тренера. Они очень хорошо объясняют, подсказывают, помогут в трудную минуту. Всегда поддерживают нас в любой из трудных ситуаций. Еще одна добрая традиция хоккейного праздника – посвящение новичков. Выпускники вручили памятные сувениры малышам, которые только начинают свой путь к хоккейному Олимпу. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!